Особое мнение на 101FM Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова. Напротив меня член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт общественной палаты в сфере транспорта и ЖКХ Константин Сичихин. Константин, добрый день. Добрый, добрый день. — Игорь Васильев поручил проработать появление единой транспортной компании. Это буквально вчерашняя свежая новость. Вчера он выступал перед ЗАГС Собранием. С одной стороны, понятно, что нужно что-то делать с тем, что официальные перевозчики отказываются обслуживать райцентры. Уже несколько таких райцентров, как пример Малмышев, Анасьев. Недавно вы у себя в Телеграм написали о Кирсе, о том, что в Кирсе отказался перевозчик возить жителей в Киров. С другой стороны, есть КПАТ. Или он не устраивает чем-то власти, или этого мало, или как раз с Киров пассажир автотрансы в этом направлении собираются работать. О чем речь-то идет? Вы понимаете? — Я, как понимаю, данный посыл губернатора, да, это идет объединение КПАТа с АТП на сегодняшний день. Только по той причине, что создать единую большую крупную компанию, которая будет работать на рынке не только Кировской области, но и города Кирова. С учетом того, что мы с вами знаем, была договоренность на Питерском экономическом форуме о закупке автобусов нефазов. И на сегодняшний день вот эта крупная единая компания, она, наверное, будет готовиться, по крайней мере, вот к этой закупке данных автобусов, чтобы был и подвижной состав новый, чтобы можно было нормальные, как говорят, платежеспособные маршруты объединить с неплатежеспособными маршрутами, да, выгодные и невыгодные. А город Киров, мы с вами всегда знаем, что это выгодные маршруты, которые оплачиваемым гражданам, потому что у них есть пассажиропоток, а маршруты, которые обслуживаются в районах, опять же, это же Кирс, Белая Холница, Афанасьево, это не настолько выгодные маршруты для обслуживания пассажироперевозки, поэтому туда практически либо там ездят нелегальные перевозчики с небольшим транспортом, в виде газели, либо там ездит официальный перевозчик, это Джекпад, но для него данный маршрут это уже социальная нагрузка. То есть взять денег, которые можно заработать в Кирове, перекинуть их на район? Ну, примерно такой посыл, это мое мнение в данной ситуации, при объединении данной организации, при создании данной организации, потому что, ну, вы правильно сказали, у нас есть на сегодняшний день КПАД. Но он, видимо, не справляется, да? Почему? Он справляется, у него есть, он обслуживает практически, ну, не весь, не все районы Кировской области, потому что мы не будем забывать, что в Кировской области есть такие же организации по обслуживанию в рамках общественного транспорта, да, там Кирово-Чепеск, вот взять, например, маршрут Кирово-Чепеск-Киров, очень выгодный маршрут для перевозчика, но его обслуживает Кирово-Чепеская компания, да? Если взять маршрут Слободской-Киров, тоже очень выгодный маршрут, его обслуживает Слободская компания. У нас есть перевозчики, которые обслуживают отдельно от КПАДО свои маршруты, но при этом эти маршруты, они выигрывают на аукционе в Минтрансе. Но ведь те, которые отказались от маршрутов в Кирсе, еще где-то, они же точно так же выиграли, теперь отказались. Значит, для них либо этот маршрут стал невыгодным, либо на этом маршруте есть нелегальные перевозчики, которые просто не дают легальным перевозчикам перемещаться, да? И при создании единого перевозчика мы, опять же, не уйдем от проблемы нелегальных перевозчиков, от того, что мы с вами здесь не раз поднимали вопросы в студии. И с этой проблемой до сих пор не поставлена единая точка. Как были нелегальные перевозчики вокруг ЖД вокзала, вокруг автовокзала, так они и существуют. И при создании даже единого перевозчика он столкнется с большой проблемой нелегальных перевозчиков. А также у меня сразу задается вопрос, а куда денутся те перевозчики, которые на сегодняшний день ездят по тем маршрутам, даже легальные перевозчики, да? Опять же, это Киров-Слободской, Киров-Киров-Чепецк, Киров-Орлов, Котельнич, еще какие-то направления, да? Куда они денутся со своих маршрутов, если у нас создается одна организация, которая как минимум на себя возьмет обязанности по перевозке какого-то большого объема граждан, по каким-то очень выгодным маршрутам, чтобы обеспечить эти выгодные маршруты, невыгодные маршруты. Либо в данной ситуации нагрузка ляжет на бюджет областной, чтобы обслуживать те районы области, которые с небольшим пассажиропотоком. То есть тут вариантов много, и вот это объединение КПАТ и АТП, это же тоже одно из предположений ваших, правильно я понимаю? Моих предположений, потому что вы правильно говорите, ну, создать единую компанию, да? Ее не так сложно это взять КПАТ, переименовать в единую компанию, да? И будет называться не КПАТ, а единая транспортная компания. Но для нее требуется какой-то другой посыл-то, чтобы она была, во-первых, большая, с хорошим транспортом, да? И с хорошими маршрутами, чтобы она, во-первых, была независима от бюджета областного. Но в данной ситуации, на сегодняшний день, без помощи бюджета области, да, данную компанию создать просто-напросто невозможно. Так как мы с вами знаем, что и ВТП, финансовое положение нехти какое, да, и КПАТ никогда не был в идеальном состоянии с большой прибылью. И при том, что и их на сегодняшний день изменение автотранспорт, автобусы, они тоже не сильно новые. Они старые. Чтобы обновлять, чтобы это все делать, здесь правительству придется очень сильно подумать, как это сделать так грамотно, чтобы не обидеть никого, заинтересованных сторон на этом рынке. Ну, то есть, либо вливать свои деньги, либо отбирать выгодные маршруты, что тоже... Конечно, конечно. Тоже это война, это как минимум будет война с теми предпринимателями, которые есть на рынке, которые уже годами работают на этом рынке или годами легально работают на этом рынке, да, вот, и это еще раз породит все больше нелегальных перевозчиков, потому что этот легальный перевозчик, при том, что у него заберут маршрут в будущем, он уйдет, ему работать придется, он не оставит этот бизнес, он уйдет просто в нелегальный рынок. И тем самым мы этим единым большим перевозчикам будем порождать все больше нелегальный рынок, нелегальных перевозчиков. Хотя, если я вас услышала правильно, нужно в первую очередь бороться с нелегальными перевозчиками, а не создавать единую компанию. Конечно. Нам надо в первую очередь побороть нелегальных перевозчиков в Кировской области, а после этого задуматься о создании единой транспортной там компании для области, чтобы обеспечивать движение по маршрутам тех районов, где их просто-напросто на сегодняшний день нет, либо они не выгодны. К другой теме перейдем. Недавно в правительстве области прошло совещание по реализации федеральной программы «Безопасные, качественные», теперь она называется «Автомобильные дороги». Раньше была просто «Безопасные, качественные дороги». И на этом совещании Кировская область назвали одним из самых успешных регионов в России по реализации ПКАД. А вот члены рабочей группы по контролю за ремонтом дорог с этим могут согласиться? Ну, члены за всех ответить не могу на сегодняшний день, потому что у нас два члена рабочей группы на этом совещании присутствовали, по крайней мере от них были высказаны замечания в рамках реализации данной программы, а это те съезды при фрезеровании, которые на сегодняшний день есть на улице Ленина. Например, очень жесткие съезды. Почему-то фрезеруют, не сглаживая поверхность, а оставляя расстояние по 5-6 сантиметров, что водителю просто трудно проезжать либо не во вред своем здоровье в данной ситуации. И та проблема связана с бордюрным камнем, с доступной средой, о чем мы не раз говорили. Да, этот вопрос хочу я вам тоже задать. Этот вопрос уже поднимался неоднократно, но здесь проблема даже не в реализации программы, это проблема подрядчиков и выбор подрядчиков, которые у нас работают на установке бордюрных камней. Как я не раз говорил, это спецбригады армян. На сегодняшний день я считаю, что просто надо грамотно поработать с подрядными организациями, найти кого-то другого, кто умеет правильно устанавливать эти бордюры. Давайте напомним просто проблему. 20-сантиметровые бордюры кладут, когда по нормативам сколько, полтора, два с половиной? Ну, там зависимость от места, ну, там не более полтора, там зависимость от... даже там не то, что там есть норматив, да, там полтора, там до четырех сантиметров в среднем, но в основном стараются сглаживать бордюры, если где-то позволяют под ноль, чтобы было выгодно, удобно для перемещения маломобильных групп, мам с колясками, да и так для велосипедистов, с учетом того, что у нас неразвитая инфраструктура для велосипедистов в городе. Две недели назад они получили замечание, но сейчас не то, что исправили, да, то, что наделали, а дальше продолжают ремонтировать и ставить точно такие же бордюры. Вот это, опять же, вопрос к подрядной организации, которая у нас этим занимается, которая находится на субподряде, там, Вят, Автодора, либо ГДМС, которые просто-напросто, наверное, не слышат, либо не слышат заказчика. Я на сто процентов уверен, что этой организации не будет оплачена та работа, которая на сегодняшний день ею производится. Если даже ее оплатят, да, мы не допустим этой ситуации, чтобы им оплачивали, чтобы они вот сейчас слушали, если они имеют возможность услышать меня, да, и задумались на эту тему, что им сто процентов данная работа по бордюрному камню, которая будет сделана некачественно, либо с нарушением нормативов, она не будет оплачена, да. Вы имеете в виду вся работа или только вот... Вот в тех местах, где бордюрный камень, это же можно недолго высчитать тот объем, который они сделали, где они сделали правильно, значит, за это им платят, а за тот объем, который они сделали неправильно, они им просто не заплатят. То есть если они не переложат, вы обратитесь... Да не то, что мы... Мы каждый день практически на связи с заказчиками, с дирекцией дорожного хозяйства, с ГДМС, и просто-напросто им сейчас за это, за их работу не оплачивают. И им оплатят только за ту работу, которая на сегодняшний день сделана без нарушений. Все, что будет с нарушениями, либо, как вот говорят, 20%, ну, 20 сантиметров где-то там в местах переходных, пешеходных переходов, либо съездов, если там будут такие бордюры, за такую работу им не будут оплачивать. Они просто поработают в ноль в данной ситуации. Так желательно сразу устранять эти неисправности и делать так, как требуется. У нас сейчас перерыв. Через полминутки вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня Мария Кожевникова. Она против меня член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт общественной палаты в сфере транспорта и ЖКХ Константин Сичехин. Константин, начали с вами обсуждать вопрос о том, что Кировскую область назвали одним из самых успешных регионов по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автодороги». Так вот, хочется все-таки от вас услышать четкую позицию. Вы с этим согласны? Мы успешный регион? Действительно, смотря на все проблемы, которые есть? Успешный. Понимаете, вот это слово «успешность» надо разложить на несколько пунктов. Потому что успешность, она может быть в реализации, в начале реализации программы, и успешность в конце реализации программы. Успешно отторговали контракты, либо неуспешно отторговали контракты. Мы неуспешно отторговали контракты, потому что мы не справились с первым пунктом. Мы до 31 мая не отторговали все контракты согласно национальному проекту. Но под конец июня эти контракты были отторгованы на сегодняшний день. Значит, мы, как говорится, первый пункт требования национального проекта мы выполнили только с опозданием практически в 25 дней примерно это получилось. Ну, это благодаря, спасибо Кирово-Чепецкой администрации, потому что они не отторговали вовремя. Успешно сделали город Слободской. Это на сегодняшний день город Слободской в рамках данного проекта. Безопасные и качественные дороги. Все дороги сделаны, приняты. Уже, наверное, подрядчику заплачено. На дворе еще только... Такого еще не бывало, наверное. Да, и такого не бывало. Вот в этом, да, в этом успешность реализации, успешность министерства, успешно отработала Слободская администрация, да. Успешно реализуется город Киров, по крайней мере, не считая вот той проблемы, которую мы с вами обсуждали с бордюрами, да. Дороги делают, дороги делают, делают... Ну, мы не наблюдаем с вами, что их делают, что пылят. Мы не наблюдаем с вами, что их делают в дождь, в ливень. Да, есть пробки, да, есть проблемы с фрезерованием в плане съездов, да, есть проблемы с бордюрами, но реализация программы идет и идет в срок. Не бывает без изъянов. А вот вопрос о реализации в районах, успешно ли мы там работаем на сегодняшний день. Ну, на мой взгляд, мы не успешно работаем, да. Да, контракты отторгованы поздно, работы вот только-только-только приступают к этим работам. Ну, где-то уже сделано частично, где-то еще не до конца сделано. Про это у нас администрация правительства любит молчать. А реализация, понимаете, все сконцентрировались на внимании на городе Кирове, потому что, ну, привыкли концентрацию внимания делать на городе Кирове, так как в основной поток объема работ был город Киров, Киров, Чепецк, Слободской, да. Но национальный проект у нас имеет, как бы, еще второй пункт. Это реализация и реконструкция автомобилей дорог, межрайонных дорог, да. Вот на этом пункте я бы попросил правительства более четко остановиться, да, и придать этому внимание, потому что, на мой взгляд, ну, пока мы отстаем. А где конкретно проблемы? Ну, конкретно мы отстаем совсем на сегодняшний день, пока в ремонте тех дорог, которые должны ремонтироваться. Я недавно ездил со стороны Дайранска, там работы не ведутся еще на этой дороге. Ну, то есть кроме Слободского все остальные районы отстали. Ну, это не Слободской. Слободской, как бы, это... А он в агломерации. Да, это в рамках агломерации, да. Да, у нас есть, чтобы вы понимали, как бы разделение, у нас есть федеральные автомобильные дороги, они сейчас ремонтируются, ремонтируются согласно сроков, и, например, там в районе на Ишкарау, там уже подрядчик завершил свои работы, те, которые он должен, там, за две недели он практически огромный объем работ выполнил, да, это федеральная автомобильная дорога, она не относится к национальному проекту. А вот все, что связано с национальным проектом, у нас направление на Суну, направление на Советска, другие направления, которые есть с районными дорогами связаны на сегодняшний день, я не заметил ни одного подрядчика в сторону Яранска по этой автомобильной дороге, которая районного... как бы является районной дорогой, которая тоже должен быть производиться ремонт. Да, там пока местами сделано фрезерование, но работы не ведутся. На дворе уже конец июня, когда они хотят приступать к этим работам, это под вопросом. Знаю, что в районе Суны где-то там подрядчики уже колупаются и что-то делают, да, не слышал еще ни от кого, что в район, в сторону Фаленок кто-то работает, но я надеюсь, что мы в ближайшее время с рабочей группой куда-то съездим в какое-то из направлений в этом, либо это будут Фаленки, либо это будет Суна, Налинск, либо это Советск, и понаблюдаем все-таки ведутся ли там работы, либо нет. А вот по поводу агломерации вы говорите, что все неплохо. А вот на этом же совещании сказали, всего в Кировской городской агломерации 184 гарантийных объектов, и в текущем году после обследования были выявлены замечания на 120. То есть две трети дорог сделаны не очень качественно, получается, с замечаниями. Смотрите, тут вопрос, в чем замечание заключается? Как бы надо более качественно подходить к этому, к этим замечаниям. Если это просто трещинка какая-то возникла, и это одно замечание, да, это ее, ну, трещины везде возникают, и на федеральных автомобильных дорогах, и на любой дороге, даже там через полгода. Но если правильно ее провести гарантийное обязательство в составе подрядчика, пролить эту трещину, то она дальше не пойдет. А если это был провал, либо это было там, не знаю, отслоение какое-то, тогда это другой разговор, да. Ну, по крайней мере, из тех замечаний, которые я видел, да, там не было очень существенных нареканий в плане качества выполненных работ, ну, таких серьезных, просто, где требуется снимать полностью асфальт, заново прокладывать его, там, либо еще какие-то работы производить, которые требуют трудоемкие, либо затратные, да. Таких моментов по замечаниям я не видел. Да, замечания есть, ну, когда специалист выезжает, он идет, смотрит дорогу, он видит трещину, это замечания. Замечания отправляются в рамках подрядной организации по гарантийным обязательствам, и гарантийные обязательства должны выполниться. Это можно считать замечанием тоже данной ситуации. Ну, вот, вроде бы, все неплохо, да, работа идет, деньги вкладываются, миллиарды вкладываются. Но вот не так давно к нам приезжала Дорожная инспекция ОНФ и поставила нам кол и двойку за безопасность дорог и за их качество. Два года назад, когда они к нам приезжали, сказали, что в нашем регионе самые убитые дороги в ПФО. Получается, дело идет, деньги вкладываются, а ничего не меняется, или у других просто меняется быстрее? В чем проблема? Ну, вот, как бы, понимаете, у нас не самые убитые дороги в ПФО. Я думаю, что эксперты ОНФ не съездили в Ешкову-Мариэл, как бы, либо они по той дороге ехали, ехали по федеральной, да, потому что там, я тут ездил, вот, недавно пару дней был в Мариэл, там, ну, там просто убитые дороги, там их просто нет. Ну, вот, видимо, смотря с какой стороны выезжали. Да, смотря с какой стороны заезжать и смотря с какой стороны ездить, если брать, опять же, про город Киров, ну, город Киров меняется, дороги меняются на сегодняшний день, да, а если брать на тот акцент, на который они строили, да, эксперты, ну, я с ними соглашусь, просто городской администрации не надо обещать, что они два года назад пообещали экспертам ОНФ, что они восстановят такую-то дорогу, там, студенческий проезд, еще каким-то образом. Сурикова построят. Ну, Сурикова построят, да, извините, если вы пообещали, вы сделайте, вы сказали, вы сделайте, а если вы приезжаете через два года и у вас ничего не сделано, так вы чего хотите-то, чтобы вас кто-то по головке погладил и сказал, вы такие молодцы, вы просто не выполнили свое обещание, лучше не обещайте, и вот я боюсь, что опять же... Пообещали теперь студенческий в 20-м отремонтировать. Да, опять пообещали студенческий в 20-м отремонтировать, но он не будет в 20-м отремонтирован. Я вам могу сейчас 100% заявлять здесь, что его к 20-му году не отремонтируют. А на Сурикова, когда деньги найдут, вообще непонятно. И на Сурикова денег тоже не найдут. И опять же, эксперты, если в 20-м году приедут, они опять поставят кол и двойку, да, кировской администрации за наши дороги только по той причине, что, ребят, ну, вы не обещайте, вы скажите, что это нереально сделать по таким-то причинам. Причины, они есть, они основательные причины. Мы этот вопрос уже и по Сурикова с администрацией, и по студенческому проезду не раз разбирали. И там на сегодняшний день нереально построить обещанное, что обещает жителям города администрация, что обещает экспертам ОНФ администрации. Это просто нереально. Это требуются либо колоссальные денежные средства туда вкладывать, в эти улицы, ну, и целесообразность данных проездов. Это тоже надо понимать. А вы бы сколько поставили? Ну, я бы поставил на сегодняшний день 3 с плюсом, примерно так, да, с учетом того, что город Киров, он все равно в дорожной инфраструктуре меняется, и он не тот, который был в 2016 году, он не тот, который был в 2015. Ну, все равно такие колоссальные денежные средства каждый год там по миллиарду рублей вкладываются, они не проходят бесследно, да. Все ждут ремонта периферийных дорог все-таки. Ну, а в периферийном, это какое понимание периферийности? В спальных районах, может быть, точнее. Нет, давайте мы сначала отремонтируем основные магистральные улицы, мы потому что практически два года ремонтировали периферийные, чтобы нагнать тот коэффициент, который требовался, да. Этот год, наконец-то, ремонтируем магистральные улицы, как Октябрьский проспект, как Лунице-Ленина, потому что там все равно основной поток идет и по улице Воровского, да. А дальше, я надеюсь, город, администрация, она займется уже лекализацией каких-то проблем, которые связаны с транспортным движением, да. Это либо создание каких-то там новых улиц, либо уширение каких-то улиц, да, либо строительство путепроводов, потому что нам требуется в городе третий путепровод в сторону юго-запада. Без этого никак, и город растет, как бы он все равно будет требовать строительства данного путепровода, не сегодня, так завтра. Еще одну тему постараемся успеть до перерыва обсудить. По поводу оценок. В Солнечногорске, это Московская область, появилась дорога, за которую, наверное, можно поставить пятерки. Двести метров. Десятки. Десятки. Двести метров уложили чиновники со всей страны. Ну, там не то, что даже чиновники, там губернаторы, руководители регионов, городов, да, министр транспорта лично, на укладчике ездил Дитрих. Вышли попробовать, что называется, да. Вот смотрите, насколько, на ваш взгляд, интересна такая идея, и здорово было бы нашим чиновникам вот так вот в поле выйти, или ерунда это все? Нет, интересно со стороны, ну, это же посыл данного мероприятия, это со стороны аппарата президента, да, шел, и как бы посыл-то он очень хороший, так как любой чиновник, особенно там первое лицо региона, да, ну, он должен быть, не скажу, что уж специалистом во всем, ну, по крайней мере, понимать, чтобы ему лапшу на уши не вешали, да, его же подчиненные. И в данной ситуации, когда первое лицо принимает непосредственное участие региона, пусть даже там в суточном каком-то эксперименте, да, но при этом ему там объясняют, как он укладывается, при какой температуре асфальт укладывается, как работает каток, из чего состоит дорожное полотно и все, что там связано, да, у него все равно где-то на подсознании это останется. И если он поедет куда-то на объект своего региона, и когда ему специалисты начнут что-то рассказывать, и он поймет, что его обучали одному, да, а по факту ему рассказывают другое, так он не будет эту информацию воспринимать как действительность, да. Ну, слушайте, это ведь тогда губернатору никакого времени не хватит. Ему надо каждый день в году то учителем в школе поработать, то медиком каким-нибудь. Почему? Тут не надо много, как говорится, тут не говорят о том, что ему надо быть там, не знаю, за хирургическим столом постоять, да. Ему надо быть управленцем, а вот это-то ему зачем? Это обучение. Любой управленец должен обучаться. Если управленец не обучается, да, а особенно первое лицо региона, да, какое из него управленец-то? У нас мир меняется, и просто сидеть в кабинете, не выходя на улицу, да, и не изучать новые технологии, не ознакомливаться с новыми технологиями, ничего ты в регионе нового не построишь. И без обучения ты далеко не уедешь, у тебя просто регион будет стоять на месте. И в данной ситуации, даже начиная вот с таким посылом, просто выходя на улицу и там тратя, я не думаю, что они потратили уж много времени, они потратили там максимум полдня, может, там, день своего личного времени, с учетом того, что они прошли за день такое колоссальное обучение, которое они не смогут пообучиться, например, где-то в другой, потратив на это там неделю больше, да. И на сегодняшний день без специализированного обучения даже руководителю региона не поднять регион на тот уровень, который требуется, потому что я еще раз хочу сказать, что мир меняется. И нам надо подстраиваться под новые этапы, под новые моменты, под новые, как говорится, кейсы, которые сейчас выдают и со стороны аппарата президента, и ездить на обучение, и это все новое применять в регионе. Ну, то есть нашим чиновникам вы бы посоветовали... Я бы посоветовал периодически нашим чиновникам ездить в дирекцию дорожного, ну, как бы в ГДМС, к примеру, смотреть, из чего делают асфальт, периодически ездить на другие регионы, смотреть... А жилетки вот так вот оранжевые надеть и выйти дорогу строить? Почему? Запросто, пусть одевают. Конечно, это надо так, это надо, чтобы они выходили, и чтобы они работали не только на субботниках, как это у нас раз в году или раз в два года происходит, да, но и периодически раз в месяц, чтобы они работали на тех объектах, на строительстве школы, на строительстве детского садика, ну, это пример постройки, если брать, да, на дорожной работе, чтобы они понимали, из чего строят и как строят, и разговаривали не только с руководителями данных организаций, но и с персоналом данной организации, потому что персонал-то, он в некоторых случаях больше знает, чем руководитель, из чего они строят и как они строят данный объект. Ну, посмотрим, подождем, будет ли в нашем регионе такое, а у нас сейчас реклама полторы минуты, и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM Да, действительно, эта программа «Особое мнение», и сегодня его высказывает член общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, эксперт общественной палаты в сфере транспорта и ЖКХ Константин Сичихин. Константин, еще одна тема у нас в эфире. Член общественной палаты Евгений Сметанин высказался о том, что в Кирове нужно убрать все наземные пешеходные переходы. По его мнению, они ведут к смертельным ДТП. Блогер Илья Варламов эту идею в пух и прах раскритиковал, сказал, что Сметанин вообще некомпетентен о таких вещах рассуждать. Хорошо, что в Кирове к таким советам не прислушиваются. Вот на ваш взгляд, рациональный совет или все-таки не очень? Я бы, знаете, маленько по-другому подошел. А Илья Варламов компетентен на эти вопросы рассуждать. Я совсем считаю, что компетентен на эти вопросы рассуждать. Тот специалист, который прошел какое-то обучение, а мы общественники, мы имеем право высказываться по своему позиции. И Сметанин, он тоже член общественной палаты, он общественник, и он имеет право своего мнения, как и Илья Варламов на сегодняшний день. Понятно, что критиковать мы можем всех и всяк, но Илья Варламов, каким бы он ни был уважаемым, неуважаемым блогером, критиковать чью-то позицию и высказывать, что кто-то компетентен, кто-то нет в данной ситуации, но это неуважительно к людям. Не зная даже этого человека, знаете, сидеть в Москве и высказывать какие-то позиции, приедь сюда и давайте в лицо поговорим, насколько вы сами, Илья Варламов, компетентен на сегодняшний день по всем этим моментам. Если брать позицию Сметанина по всем моментам, ну, здесь, конечно, он преувеличил, если он так сказал, что надо убрать все пешеходные переходы, да? Наземные пешеходные переходы. Наземные, делать только подземные и надземные. Только по той причине, что, ну, в основном у нас есть четкие нормативы, где желательно ставить подземные переходы, где движение по полосам более трех полос, движение, где большой трафик, где пешеходный переход приводит к торможению автотранспорта, приводит к пробкам, да. В таких случаях, конечно, надо делать подземный переход. Это хорошие у нас примеры с вами и на улице Воровского, несколько подземных переходов. Тем самым мы не останавливаем движение автотранспорта, при этом мы делаем, как бы, не мешаем пешеходам переходить. Они идут либо в подземную, либо надземную. Также такой же надземный переход идет у нас в Чистых прудах. Вот давайте представим, что не было бы этого надземного перехода, а были бы все, дорогу переходили через улицу Ленина, в район, не чистый, в район Солнечного берега, извиняюсь, да. Вот, то там бы постоянно вскапливалось бы транспорт, и постоянно была бы пробка, да. Вот. Ну, вот там как раз убрали. Ну, убрали, и там стало намного проще. В данной ситуации надо подходить к вопросу более качественно. Это высчитывать поток автотранспорта, смотреть, требуется, не требуется там установка данного либо надземного, либо подземного пешеходного перехода, и после этого решать, а нужен он, либо не нужен, да. Ну, категорически, конечно, высказывают, что везде давайте все уберем и всех пешеходов отправим под землю, либо над землей, да. Ну, это будет неправильно, да и на это денег нету. Ну, вот тут тот же Варламов говорит, что главное – это правильная организация этих переходов. Так не только Варламов говорит, что это главная оптимизация или организация данного движения пешеходов. Тут вопрос-то, это требуется целая схема. Которую сейчас нам разрабатывают. Которую нам разрабатывают. Вот пусть Илья Варламов-то, может, поможет рязанским товарищам доработать эту схему, да, так как если он являет, как бы считает себя каким-то экспертом, либо специалистом, на мой взгляд, это просто блогер, да, вот, пусть свяжется с рязанцами и поможет городу Кирове доработать эту схему, так как он ее видит. Либо пусть предложит свои предложения, скинет рязанцам, да, либо в администрацию, ну, просто брать и очень жестко высказываться. Я прочитал его высказывание, да, Евгений Васильевич, ну, это непозволительно со мной, с моей точки зрения, да, и не красит Илью Варламова на сегодняшний день. То есть не должно быть таких вот перегибов, потому что тот же Илья Шульгин, наш сити-менеджер, наоборот, высказывался буквально полгода назад о том, что в Кирове больше не будут строиться подземные переходы, что они никак на безопасность дорожного движения не влияют. Ну, тут вопрос, а надо ли в городе на сегодняшний день подземные пешеходные переходы? Вот просто надо ли их? На мой взгляд, может быть, в пару мест бы желательно поставить, но может быть, дешевле просто надземные строить пешеходные переходы, а не подземные, да. Просто вопрос экономики, вопрос надо посчитать и от этого выйти, выйти к какой-то цифре. Вот скоро мы с вами, наверное, столкнемся. Опять же, вот сейчас я подойду к вопросу градостроительного совета, который недавно был, да. Вот. У нас в чистых прудах собираются строить торговый центр. Ну, одно из известных в Кирове уже на сегодняшний день представительство федеральной сети. Так Ивана Попова будет широкая улица с путепровода, где будет хороший, как мы предполагаем, будет поток автотранспорта, да. Грубо, все население будет жить на одной стороне на сегодняшний день, потому что торговый центр будет на другой стороне, да. И вот все люди, которые пойдут в магазин, они будут переходить дорогу Ивана Попова по пешеходному переходу. Ну, это примерно то же самое, что с Макси, да? Да, это, понимаете, элементарные примеры. Их примеров очень много. Вот, например, если бы сейчас взять опять улицу Воровского в районе Глобуса, если бы не было бы там подземного перехода, там бы такой поток был населения в этот магазин со стороны жилых комплексов, да. Мы подземным переходом этот поток просто сократили. Ну, не то, что сократили, мы его выровняли, и население сейчас идет, не останавливаясь, прямо в магазин через подземный переход. Транспорт практически тоже не останавливается. И тех больших проблем, которые там существовали, их на сегодняшний день нету за счет только одного подземного перехода. А вопрос, надо ли строить подземные переходы, либо надо строить надземные переходы, это все финансовые моменты, которым их надо высчитывать, и пусть администрация решает, насколько им выгодно. Но строительство, оно нужно в тех местах, где идет большое скопление населения при переходе уличной дорожной сети. Еще один вопрос у нас осталось, две минутки буквально. В Чистых прудах и в Урванцево строят по два участка дорог. Делает это компания из Санкт-Петербурга, которая выиграла контракт на полмиллиарда. И вот в нашем эфире депутат Гурдумы Владимир Журавлев высказался о том, что конкурс на его взгляд прошел нечестно, что кировские подрядчики просто не знали о нем, поэтому выиграл Санкт-Петербург. И это, на взгляд Журавлева, плохо, потому что может возникнуть такая же ситуация, как с дорогой Киров-Русской, когда была куча недоделок, замечаний, а подрядчик уже и след простыл. Вот вы что думаете по этому поводу? На мой взгляд, время покажет, как питерские подрядчики отремонтируют эти вот несколько объектов капитального строительства, да, вот, с проблемами, ну, как мне известно, они уже на сегодняшний день столкнулись, и есть эти проблемы, да. О чем вы, о каких проблемах говорите? Ну, во-первых, есть проблемы с инертными материалами, как бы никто их никогда не отменял, у нас сейчас идет сезон, это с песком, например, да. Ну, я думаю, что это не так серьезно, просто все зависит от цены и качества, да. Вот. Есть проблемы с переноской сетей, там по чистым прудам там сети, там труба 800-я, если я не ошибаюсь, проложена. По крайней мере, с этими проблемами, надеюсь, эти подрядчики тоже найдут решение, так как они... Фирма не маленькая, фирма как бы большая, да, и, может быть, своими силами, может быть, с привлечением судподрядных организаций Кирова. Ну, как бы, там не простые объекты, я проще так скажу, да. А вот то, что Журавлев сказал, там, наши подрядчики не знали, ну, я... Как не знать? Это... Есть специальные программы, которые отслеживают аукционы, да. Ну, вот он говорит, Илья Шульгин должен был сам им позвонить и предупредить, а он почему-то не позвонил. Почему он должен кому-то позвонить и кого-то предупредить, да? Кому надо, тот всегда узнает, и через программное обеспечение, специальные там софты, зайдет и найдет, и порталы, да. А то, что Илья Вячеславович должен кому-то позвонить, так Журавлев бы позвонил кому-то, вот так-то честно, да, и предупредил бы тогда, позвонил бы в ГДМС директору, сказал, вот тут аукциончик будет, выходите. Вят Автодор бы позвонил, может быть, пригласил бы своего какого-то подрядчика. Но это неправильная позиция, на мой взгляд, человека, да. Пусть лучше вливаются в состав рабочей группы по общественному контролю за ремонтом дорог, и вместе с нами выйдем на эту улицу, посмотрим за качеством выполнения работ со стороны подрядчиков питерских, и будем оценивать, а сейчас просто сидеть и говорить об этом пока рановато, пока идут работы. Ну вот, на этой ноте мы и заканчиваем сегодняшнее особое мнение. В гостях у нас был Константин Сичихин. Константин, спасибо вам. Спасибо, хорошо. Доброго дня всем слушателям. Особое мнение на 101FM